Светлана, одна из нозологий, которая принимала участие на этапе Кубка мира, которая проводилась у нас на западном центре спортивно-реабилитационном, это лыжные гонки и биатлон среди незрячих спортсменов. Расскажи, пожалуйста, особенности этого вида, в котором принимают участие люди с отсутствием зрения. Там тоже делятся на классы спортсмены, начиная от тотально слепых, когда вообще человек ничего не видит, и продолжая тем, что определенный процент зрения у человека сохранился, у кого в большей, у кого в меньшей мере, и так делятся на три класса. И, соответственно, этого решается вопрос, как спортсмен будет бежать. Потому что если у человека, у которого самая легкая стадия, что он что-то может ориентироваться на местности сам, он может принимать участие самостоятельно. Остальные спортсмены бегут с помощью гайда. Это спортсмен сам по себе человек, потому что, ну, соответственно, нельзя быть не спортсменом, который идет впереди спортсмена-паралимпийца и подает звуки, подает команды сзади идущему спортсмену. И на этот голос спортсмен ориентируется лучше и понимает ощущение вокруг, как бы там спуск, когда говорят, там крутой, вот эти предупреждения, это все дает знать гайд. Поэтому значение гайда переоценить невозможно. Как правило, гайд тренируется со своим спортсменом практически все сборы, все подготовительные этапы, чтобы они уже друг друга прочувствовали. И уже на самих соревнованиях незрячий спортсмен был уверен в своем гайде, что это вторые глаза его, и это немаловажно на сегодняшний день. Я больше скажу, как и вообще в любом виде спорта тренер, если он не только тренер, но он чувствует чисто по-человечески своего подопечного, да, если вот получается такой тандем, это львиная доля успеха, так и здесь гайд, и человек там с нарушением зрения, да, такими большими нарушениями. Если получается сработаться не только в техническом плане, в физическом плане, на дистанции, там, вот эти тренерские все вопросы, да, спортивные, а и в жизни люди, очень им есть о чем поговорить, контактируют, и гайд чувствует спортсмена, что ему сегодня, ну, очень тяжело, ну, что-то где-то загрузился, перегрузился, и он где-то по ходу прохождения даже тренировки дает ему где-то слабиночку отдохнуть, он понимает, что ему сейчас этого необходимо, да, и это дает очень потом хорошие плоды. А вот финиширует награждение, как это все происходит? Гайд тоже участвует в награждении? Во-первых, перед финишем, как правило, финишный рывок никто не отменял, и в лыжах в том числе, поэтому, когда финишируют люди с нарушением зрения, гайд отходит за каких-то несколько метров до финиша в сторону, он подгоняет, подгоняет эмоционально этого спортсмена, чтобы он выложился уже окончательно к финишу и показал все свои, так сказать, ресурсы. И за несколько метров до финиша гайд отходит в сторону и дает возможность финишировать спортсмену уже наполно. Зрячий спортсмен едет по лыжне, в любом случае он уже никуда не денется. Ну, не всегда же бывает лыжня. Бывают такие погодные условия, во-первых, бывает стиль коньком, а во-вторых, бывают такие погодные условия, что лыжня просто уже не удерживается на трассе, там тающий снег и так далее. И награждение, соответственно, происходит в данной категории награждаются и гайд, и спортсмен. Святая, расскажи про рубеж. Как стреляют незрячие спортсмены на рубеже, когда они участвуют в биатлоне? Да, у незрячих спортсменов есть своеобразность в биатлоне. Это совершенно другие винтовки, ну, как бы они визуально вроде как такие же, но на самом деле спортсмены стреляют по звуку. Одеваются наушники на рубеже и подается звук в наушники. В зависимости от того, как спортсмен выцеливается в мишень, да, и насколько он далеко от мишели или близко попадание. Чем ближе попадание, то бишь, чем ближе ты к цели выцеливаешься, частота звука становится больше и сама тональность становится выше. Вот ты уже у цели. И тут важно очень нежно спустить курок, чтобы этот звук не откинулся опять же за пределы цели. Сложно, но тем не менее. Очень сложно. Мы пробовали на сборах, кому это вроде как и не надо, но это было интересно для себя попробовать, насколько сколько ты можешь быть метким, попасть в такую вот мишень. И, конечно, это очень тоже очень отрабатывает. Ну, как и всю стрельбу, нужно работать, отрабатывать это очень нелегко. Ну что, может быть, поговорим тогда о наших спортсменах, которые показывали высокие результаты всю жизнь, всю свою жизнь в спорте и сейчас на Кубке мира, который проводился у нас на Западном центре. Ну вот, кстати, на этом этапе чемпионата мира был инцидент тоже не очень приятный для биатлонистов. Ну, как бы это такое не зависело ни от кого. Это была природа, которая сделала погоду изначально, в первый день сделала, а потом в последующие дни вот на биатлоне совпадение высокой влажности с морозом сделало то, что именно спортсменам с нарушением зрения припало такое время, и они первый рубеж отстреляли, потом на следующий рубеж они приходили, становились в очередь, потому что не срабатывали винтовки, заклинило от того, что высокая влажность и мороз поперемерзало там в механизмах, и не срабатывали именно вот эти мишени, которые должны уже закрываться, клапаны сами поперемерзали, и получилось две только рабочие винтовки, и этот инцидент, конечно, всех поставил в ступор, и потом начислялось время, которое они ожидали, но все совладали со своим психологическим настроем, это было неожиданно, это происходит очень крайне редко, когда бы то ни было, но погодные условия, такая вещь от нас не зависит. И тем не менее, даже в таких условиях наши спортсмены умудрились, смогли и взяли призовые места. Я знаю, что на этих соревнованиях принимал участие именитый спортсмен наш Виталий Лукьяненко, с которым мы еще с тобой начинали, и очень давно он выступает, и выступает очень успешно, его результаты растут с каждым годом. Что-нибудь можешь о нем рассказать? Ну, про Виталия, конечно, я могу рассказать. Один из друзей, с которым столько пройдено, столько пережито, и приходилось и делиться своими чувствами, и радостями, и не только. И поэтому я за него очень рада, во-первых, что еще после предпоследней Олимпиады в Сочи, Паралимпиады в Сочи, Виталик посетила мысль закончить, поскольку уже багаж очень большой, спортивный. И не просто спортивный, и успешный, и комплекты медалей, и все. Но, побыв, как обычно, немножко дома, он так и подумал, что, может, все-таки надо еще попытаться из себя что-то выжать и посмотреть, на что ты способен все-таки уже в более зрелом возрасте, скажем так. Ну, дело в том, что в зрелом возрасте как раз нарабатывается очень хорошо выносливость, и как раз чем дольше спортсмен выступает, тем больше у него результатов. И тем более с его действительно большим опытом, и нельзя сказать, что ему не везло. Ему на самом деле очень посчастливилось с гайдами, с которыми он выступал, и раньше Вова Иванов был, и сейчас Борис Бабар. Ребята очень замечательные, ребята такие, с которыми получается тандем. А кто у нас из молодых спортсменов принимали участие сейчас на Кубке мира? Ну, если добавить еще как бы уже таким зрелым или как вот опытным спортсменам, нельзя не сказать Оксане Шишковой из Харькова, да. У Оксаны это третья была Паралимпиада, и она добавила в своем именно физическом состоянии, в своей форме. И вот даже когда были такие вот моменты неполадок там на рубеже, да, все равно ей удалось быть в призах, хотя она была очень недовольна собой, как любой спортсмен. Ну, естественно. Вот, но тем не менее она имела комплект медалей, и все были рады и счастливы за это, и она продолжает наращивать как бы свое мастерство, скажем, да. И остальные, остальные, конечно, это ребята, которые в процессе, в процессе... Молодое поколение, да? Да, в процессе набора такого мастерства, и это был и Ковалевский Анатолий, ну, Уткин Юрий, это уже, конечно, тоже как и Оксана Шишкова, он уже опытный, тоже третья Паралимпиада, и был в призах в этот раз, вот. Ну, и отличились и из молодых ребят, и, ну, в призы попали. Ну, в общей сложности у нас на сегодня в этой категории есть Казик Александр, Ковалевский Анатолий, Решетинский Ярослав и Дмитрий Суярко. Ребята очень все стараются, у каждого есть свой потенциал, и уже на сегодня они это показали в своих результатах, да, и на дальше мы, конечно, все очень надеемся, что, как обычно, начинают, ты знаешь, молодежь начинает, начинает, потом опыт нарабатывается, и психологически, и физически человек может, имеет возможность показать выше и выше результаты. Света, как ты оцениваешь результат незрячих спортсменов на этапе Кубка мира, который проводился у нас в Украине? В общем, я считаю, ребята показали хорошие результаты, выступили, ну, ответственность была аж большая на своей земле выступать. Выступили очень мастерски, и в дальнейшем, конечно же, мы ждем от них только побед, ну, а дальнейшие это же вот Паралимпийские игры, и как бы тут уже только желать успеха, держать кулачки за них, чтобы все получилось. Я присоединяюсь к твоим пожеланиям, потому что очень хочется, чтобы наша страна все-таки достойно выступала. Ну, и мы все, в общем и в целом, очень горды тем, что этот этап чемпионата мира прошел на нашей земле. Это тоже будет являться... Большим плюсом. Да, такой первой ласточкой. Первая ласточка, которая в дальнейшем должна раскрыться еще в большем и более широком формате. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok